После коммунистов, которые на своем круглом столе обсудили 100 дней Алексея Циденова, 100 дней без Наговицына обсудили на другой площадке, а именно федеральной дискуссионного клуба ВТФ, общественные деятели Бурятии. Здравствуйте, в эфире Бату Багдаев, у нас в программе участвует Лазарь Бартунаев, который принимал участие на этом дискуссионном клубе. Лазарь Романович, добрый день. Меня удивило, что в качестве главных политических оппонентов выбрали двух политических, я бы сказал, АМЮП. Леонида Турбянова и Баира Циренова, которые прямо сказали, Наговицына нет, мы его при жизни-то не критиковали, будучи, когда он был главой Бурятии. Но сейчас, когда он ушел, мы тем более обсуждать его деятельность не будем. И вот такой получился бы, наверное, беспредметный разговор, если бы не другие участники дискуссии. Ну, я думаю, непосредственно личность Наговицына не столь интересна сейчас, гораздо интереснее его действия, дела, какие он осуществлял, будучи главой. Вот прошло сто дней без него. Кто такой Наговицын, как деятель? Надо сказать, что проблема варягов, искусственно привозимых в нашу республику, заключается в том, что они приезжают, во-первых, не знают ситуации, традиции, политической атмосферы, и они приезжают без команды. Вот Наговицын, это был яркий представитель. С кем он приехал? С одним, с двумя помощниками. И он окунулся в нашу непосредственную практику и увидел, что здесь проблем очень-очень немного. А помощников нет, и он был вынужден опираться на ту команду, которая была при Потапове, которая была достаточно неэффективна. И я бы хотел сказать, что именно министры его, его заместители, и подвели к достаточно печальной истории его деятельности у нас в республике. И когда Наговицын понял через года три, что навряд ли он сможет здесь что-то изменить коренным образом, им овладела идея блеснуть, зарекомендовать себя на каком-то мероприятии перед федеральным центром и уйти, конечно, бы министром лучше, но можно и руководителем какого-нибудь федерального агентства, например, лесного хозяйства. Но это не случилось, ему не повезло. И все, он оказался за бортом. Но, тем не менее, на круглом столе прозвучали критические замечания в адрес, как вы говорите, Вячеслава Наговицына о том, что от Наговицына последние годы вообще никто ничего не ждал. Но я был в числе тех, которые отметил и положительные стороны деятельности Наговицына. В частности, его вот эта безучастность к общественной жизни Бурятии помогла тому, что у нас более-менее гражданское общество начало формироваться. То, что он не давил, не преследовал по политическим убеждениям, не зажимал средства массовой информации, надо отдать ему должное. Действительно, у нас есть маленькие ростки гражданского общества. Интересная традиция. Потапов, будучи таким прагматичным и достаточно боязливым деятелем, он не вступал в конфликты с СМИ. И это позволило нашим бурятским газетам, радио, телевидению стать достаточно смелыми, самодостаточными. И эту традицию Наговицын не стал ломать. Более того, он не стал внедряться во взаимоотношения между различными группировками, элитами бурятского народа, что само по себе, конечно, является положительным. Я хотел бы сказать, что Наговицын сам по себе, как человек, был не злой, не злопамятный, но ему не хватало смелости, и вот потом его стало обуревать это желание временщичества. Вот мне бы как бы пережить и уйти. Вот это, конечно, очень отрицательно влияло на его деятельность. Ну, утверждать того, что от него никто не ждал последние два года, это натяжка. От главы всегда ждут, как от дойной коровы у нас. Мы привыкли к иждивенчеству и всегда что-то просим, просим у него и так далее, и так далее. Поэтому это неправильно. Что касается вчерашней дискуссионной площадки. Я с большим интересом, я недавно приехал в Улан-Удэ, услышав, я, конечно, с большим интересом пошел на эту площадку посмотреть. Мне было интересно, сможет ли эта площадка стать дискуссионной площадкой. Что значит дискуссия? Это тот процесс, где рождается истина и где рождается идея. Мы знаем, есть такая сентенция, короли управляют странами, а королями управляют идеи. Вот мне было интересно, что хоть какие-то предпосылки к обсуждению, к спору, в результате которых должна рождаться истина и идея. Но, к сожалению, эти два модератора, Баир Дашевич Циренов и Леонид Дашевич Турбянов, но они казались полными, полными, негодными руководителями столь важного мероприятия. Я думаю, в них настолько крепко, в их сознании укрепился конформизм, боязнь, власти, власть придержащих, что они просто представлялись мне такими интеллектуальными паралитиками вчера. И это было очень грустно. В. Романович, в чем вы всегда подчеркиваете опасность вашего поколения? Вы уходите из политики и никак не можете уйти. Вы овладели демократической риторикой, но в сущности вы остаетесь быть совками, советскими людьми по натуре, конфтрусливыми, настроенными очень позитивно к власти, послушными и так далее. Вы поддерживаете свою идею, что именно ваше поколение представляет угрозу для подрастающего поколения? Абсолютно. Я всегда говорю, что именно поколение 50-летних, 60-летних сегодня является самым реакционным слоем у нас в стране. Да, есть жизненный опыт, есть накопленные связи, достаточно практические знания, социальное положение многих в иерархической лестнице занимает, но сознание является красным, коммунистическим. От сознания избавиться очень трудно, я это постоянно говорю. Поэтому это поколение, чтобы не погибнуть политически, всячески предпринимает меры для того, чтобы развратить подрастающие поколения подачками, деньгами, должностями, наградами и так далее. Да, в этом есть опасность. И вчерашний форум показал, что старшее поколение, оно не меняется. Не меняется. О чем вчера говорили эти модераторы? Да ни о чем, о том, что не надо, все у нас хорошо, не надо критиковать. Не надо спорить, главное не говорили. Спорить это большой порог. А только в спорах, в столкновении на политическом поприще идей, иногда идеи кажутся сумасбродными, а при более близком рассмотрении, оказывается, они несут рациональные зерна. И это всегда так. Это же истина в начале. Настоящая идея всегда воспринимается как абсурд, а потом как непреложная истина, а потом как банальная вещь. В этом отношении я не сторонник, я более того противник Вячеслава Мархаева, но здесь надо отдать должное Вячеславу Михайловичу. Аналитики говорят, что он собрал вокруг себя всех городских сумасшедших. Я думаю, именно городские сумасшедшие, к которым долгое время и меня причисляли, это та мощная движущая сила, которая способна сдвинуть социальные слои и настроение в обществе. Ну, под сумасшедшими мы понимаем фанатиков. Фанатиков какой-то идеи. Бескорыстных. Да, вот этот фанатизм рождает энергию. Без энергии невозможны политические процессы. Понимаете? Если даже идея умна, достаточно такая плодотворная, но если она не подкреплена энергией двигателей в массы, то это будет мертвая идея. Я хотел бы сказать, что масса сама по себе людей, она не думает. Там рационального начала нету. Там больше эмоций. Эмоций. Порывы. А вот идеи разрабатывают отдельные люди. Отдельный человек. Редко, когда небольшая группа. А вносят эти идеи вот эти вот фанатики. И они должны присутствовать в политическом поле. А иначе все так будет мертво, спокойненько, как в некоторых местах Кладбищенских, понимаешь? Кстати, на круглом столе обсудили и новую главу Бурятии. Ну, временно исполняющего, имею в виду, Алексея Циденова. И надо отдать должное. Ну, опять наши модераторы не могли не воспользоваться возможностью кинуть пару комплиментов, реверансов в адрес нового главы. Но насколько вот безоблачным все-таки вам представляется будущее нашего временного исполняющего, шансы на победу и вообще на успех в должности главы Бурятии? Шансы на победу, конечно, велики по одной простой причине. Наши люди, наш электорат любит начальников. Сидит в крови, как-то вот перед начальством немножко прогнуться, а вдруг он меня заметит, поддержит, похвалит и что-то мне сделает хорошее. Вот, конечно, это дополнительный фактор. Но предвыборной по борьбе нету абсолютных гарантий ни у одного кандидата. И, слава богу, это правило с трудом, но пробивается у нас в Россию. Понимаешь? Вот в США все говорят, Клинтон победит. Так вся государственная машина на нее работала. А что получилось? Это означает, что в целом в мире и в какой-то части у нас, в России, происходят огромные тектонические сдвиги в сознании масс. Не удовлетворяет та система, которая была десятилетия. Поэтому выборы – это все-таки неизвестность. И когда вчера один из модераторов сказал, ну, так это же без сомнения выиграет Сиденов, да? Я посмотрел, думаю, ну, вот, убогость мышления. Да, клише готовое. Руководитель должен выиграть. Так не бывает. Лазар Романович, одну тему международное обсудим. Вы недавно вернулись из Испании и имели возможность изрезать выборы в соседней Франции. Я лично, будучи либералом по убеждениям, был очень неприятно удивлен, что все-таки оказывается и в просвещенной Франции, родине французской революции, символов демократии, равенства, свободы и братства тоже могут применяться административные меры против конкурента. Говорят, Липен была полностью заблокирована в информационном поле. И вся государственная машина Франции работала на победу Макрона. Как это сочетается с европейскими, западными ценностями свободы и демократии, которые привыкли критиковать нашу Россию, о том, что у нас здесь административные методы применяются, давление, и в свободной Франции тоже самое. Испания как южный сосед, ее политические круги очень близко воспринимает все процессы, происходящие у северного соседа. У меня есть знакомый, который был близким другом отца Липен. Он мне говорил, я Марин держал на коленях, когда она была маленькой девочкой. Она росла на моих глазах, это был бой девочки, она все там с пацанами бегала, дралась и так далее. Потом выросла в политического деятеля. Почему вся машина была против Липен? Хотя, вот мне, не все, но отдельное положение ее программы о том, что надо обуздать безграничную толерантность к мигрантам. Если кто-то прибыл в чужую страну, я по себе знаю, то он должен принять культуру, традицию, традиции этого государства, этой страны. Не лезть впереди, не требовать того, что ты еще ничем не заслужил, кроме одного, что ты мигрант бедный. Тем более, не посягать на жизнь и здоровье тех людей, которые жили здесь до тебя и все поколения. С этим нельзя не согласиться, это действительно так. Сегодня, что себе представляет Париж, я вот был несколько раз, великолепный город, но на улицах очень много именно приезжих, мигрантов, со своим менталитетом, со своими культурными установками и так далее. И это плохо взаимодействует с традицией французов, этой культурной нации. Все понятно, но про административный ресурс. Почему? Потому что, вы знаете, и в США, и во Франции руководят элиты. Вот немножко о США. Вот сейчас мы все являемся свидетелями того, как элита США перевоспитывает Трампа. Почему? Вот недавно Трамп решил передать свой номер телефона всем главам других стран. Это грубейшее нарушение протокола, да, дипломатического. Конечно, это вне рамок. Элиты не готовы к этому, и они хотят его воспитать, поэтому они его воспитывают. Хотя в Америке, не у нас. Там президент, да, это власть, но есть еще Конгресс, почти равный ему, а в некоторых вопросах более главный. Есть Верховный суд, который может отменить многое, да, и вот они его воспитывают. То же самое, французы, посмотрев на Америку, нам, Ле Пен, от которой можно ждать очень резких шагов, нам такой деятельный сегодня не нужен. И даже отец Марин отрекся от дочери. Отрекся, да, сказал нет, нет. И был подключен весь ресурс, так же, как в США. Поэтому говорить о том, что в США или во Франции, Великобритании совершенная демократия, об этом, конечно, говорить не надо. Там есть свои издержки. Ну, то, что уровень у них демократии выше, чем у нас, несомненно, ну, это не обсуждается. Это так оно и есть. Ну, какой же выше, Лазар Романович, когда применяются одинаковые черные технологии? Ну, какой выше? Чем они от России отличаются? От России они отличаются тем, что там не сосредоточена власть в одних руках. Лазар Романович, когда подходит красная линия, красная черта, а именно главный элемент демократии, выборы, ни они ничем от нас с вами, оказывается, не отличаются, так же готовы давить твоего соперника. Где же свобода слова? Равенство в конкуренции политической. Оказывается, все это мыльный пузырь, Лазар Романович. Нет, это не мыльный пузырь, это действует, ну, а что? Так. Это было желание французов, в конце концов. Если они, французы, настолько политически ориентированы, то они так решили. Хорошо, насколько тогда справедливо. То, что они делают замечания постоянно, отправляют свои комиссии, наблюдателей за нашим выбором. Ну, пусть тогда молчат тряпочку, раз у самих рыльцев пушку. Молчите! Лазар Романович, я бы еще хотел обсудить одну тему. Я вас, возможно, обрадовать, как одного из патриархов партии Яблоко, альтернативной партии, что в Бурятии открылось новое отделение политической партии, а именно политическая партия, коммунистическая партия, коммунисты России. Это альтернативная коммунистическая партия, но ее почему-то аналитики называют партией спойлер, что она создана для того, чтобы бороться против КПРФ и так далее. Я вам прямо скажу, что отделение местное возглавил я, и вот меня немного напрягает вот это такое предвзятое отношение со стороны некоторых экспертов и так далее. Вот в той же Франции трое, собравшись три человека, где-нибудь в метро или в автобусе, могут в процессе поездки обсудить, написать заявление и зарегистрироваться как политическая партия. Их никто не будет называть там спойлерами и так далее. Время покажет, что из какого семени что вырастет. Поэтому у меня лично к нынешней существующей КПРФ претензии огромные. И одна из них то, что они являются лжецами. Они не являются коммунистической партией. Почему? Потому что они чем отличаются КПРФ от других партий? Тем, что она отрицает частную собственность на средства производства. Наши нынешние члены КПРФ сами, собственники, предприниматели, капиталисты и так далее. И я всегда говорю, если бы Ленин восстал из мавзолея, то с кем бы он в первую очередь стал бороться? С такими как Мархаев, Левченко и прочими-прочими-прочими капиталистами-коммунистами. Что несовместимо. Как горячий лед и так далее. Чем отличается новая партия принципиально от КПРФ? Я вообще полагаю, что такое политическая партия? Это не сборище людей. Конечно. Это не организация. Прежде всего, есть хрестоматийное высказывание Ленина. Это течение политической мысли, как вы любите, кстати, подчеркивать. Я заучил эту фразу. И в этой связи я полагаю, что не должно быть монополии КПРФ на коммунистическую идею. Конечно. Должны быть альтернативные партии, в том числе коммунисты России. Есть еще коммунистическая партия социальной справедливости, которые также придерживаются этих взглядов, но предлагают другую программу. Другой подход к достижению коммунистических идей. Конечно. Само по себе монополия – это и есть деградация. Что мы видим из истории КПРФ? Идет снисходящая тенденция популярности. Почему? Потому что партия не оправдывает те ожидания той части людей, которые придерживаются коммунистических идеалов. Если новая партия более адекватно будет отражать их интересы, то сегодня, как в бизнесе, когда-то у нас в Улан-Удэ были огромные концерны, там, матом, концерны, гуси и так далее. Где? Сегодня их нет, да? А какие-то маленькие предприятия выросли в большие. Вот тот же «Титан», «Абсолют». Абсолютно. Начинался с одного магазина. Да. В то время, когда тут властвовал матом, например, да, и так далее. Вот. Поэтому так же и в партии. Сегодня три человека собрались, завтра будет их 30 и так далее. Понимаешь? Все зависит от деятельности. Все зависит от деятельности. И нас всегда воспитывали в том, что есть объективные процессы, а субъекты только должны отражать вот эти объективные процессы. Ничего подобного. Субъекты формируют процессы, потому что в головах отдельного субъекта рождается идея. Если она жизнеспособна, если она отвечает, интересует... Владимир Романович, под субъектами вы понимаете человека. Человека. Отдельного человека. Все понятно. А не партию, не правительство и не бурятию в целом, например. Когда мне говорят, я люблю бурятию, да, я всегда напрягаюсь, что ты любишь-то в бурятии? Да. И в конце концов, что? Владимир Романович, скажите, что такое бурятии? Бурятия – это такой аморфный собирательный образ, за который можно легко спрятаться. Так. Потому что если мы под бурятией будем подразумевать весь народ бурятии, то, как многие классики говорят, весь народ любить можно легче, чем отдельного человека. В этом народе есть всякие люди. И не всех можно просто любить. Да, Владимир Романович, я отвечаю в этом случае, что бурятия – это не земля, не небо, не воздух. Это прежде всего люди, конкретный человек. Действительно, очень легко любить все человечество. Но трудно возлюбить и понять конкретно отдельного человека. Поэтому давайте мы обсудим отдельного конкретного человека, а не всю бурятию, а именно Вячеслава Мархаева. До меня доходят тревожные слухи о том, что Мархаев все-таки не готов идти на выборы. Хотя он громоклассно заявлял, что он солдат, я готов идти на главу бурятии. Но сейчас что-то вот тревожные сведения о том, что коммунисты в районах Бурятии, депутаты муниципальных советов не готовы. Лично мне звонят. Не хотят ставить подпись в поддержку Мархаева кандидата. А он должен собрать 218 голосов депутатов районных советов. И коммунисты отказываются. Предлагают мне. Давай лучше поставим в поддержку тебя. Как быть в этой ситуации? Где выход у Мархаева? Идти, не идти. С одной стороны, он офицер. Дал слово, что пойдет. С другой стороны, вот такая политическая ситуация, которую тупиковый он сам себя загнал. Трагедия Мархаева заключается в том, что он не понял, что такое руководитель партии. Чем он отличается от руководителя какой-то государственной организации или предприятия. Это есть всего лишь выразитель интересов. И с другой стороны, он должен был рождать идеи. Но, к сожалению, интеллект таков, что он ничего нового-то не родил. И плюс там какие-то очень... Орожающих разогнал? Да. И мыльные какие-то процессы там финансовые. А те, кто мог что-то родить, какую-то идею, отвечающую требованию, он их разогнал. Для чего? А чтобы не было конкуренции. Вот эта любовь к монополии, я один. Вот привело к деградации. А ведь я хочу сказать, что три четверти нашего населения, особенно старшее поколение, если их так внимательно под лупой рассмотреть, то коммунистические идеалы, которые были вбиты в них, они живут. Они живут. И они готовы были всегда идти и голосовать за коммунистическую партию. Но не повезло. Такой, если Мархаев не пойдет на выборы, ну это все, финиш, политическая смерть. Сегодня он не пошел на выборы, завтра он должен написать заявление в резком и сказать, ребята, извините, я уже полностью выхолочен, я идейный банкрот, я неспособный организатор, отпустите меня как частное лицо. Поеду на огород. Может быть, пользы будет больше. Но я думаю, я думаю, что у этого человека хватит мужества все-таки, мужества и какой-то остаточной ответственности пойти и все-таки дать бой. Я напоминаю, что сегодня в программе «Багдаев» в эфире телекомпании «Тевиком» был Лазар Бартунаев, общественный деятель. Радиовесию нашей программы вы можете послушать на волнах 94.4 радиостанции «Комсомольская правда». Ну а мы заканчиваем нашу программу. Я лишь хочу напомнить очередные хрестоматийные слова Владимира Ильича Ленина о том, что средства массовой информации это не только пропагандист, но и организатор общественной деятельности. Поэтому призываю всех неравнодушных, истинных коммунистов, изгнанных, непринятых, обиженных, или ушедших из КПРФ, объединиться вокруг новой коммунистической партии, коммунистическая партия коммунисты России, которая новая политическая альтернатива на нашем политическом поле в Бурятии. Даст бой! На выборах главы Бурятии. Всего доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин